Пенсионеров предлагают освободить от платы за капремонт, но льготы коснется только определенных граждан этой категории. Подробнее об этой, а также о других законодательных инициативах в обзорном материале программы. 80-летних пенсионеров освободят от платы за капремонт. С такой инициативой выступили депутаты Государственной Думы. Это нововведение позволит гражданам преклонного возраста значительно сэкономить на кварплате. Но в законе есть ряд требований для предоставления льготы. Во-первых, пенсионеру должно быть не менее 80 лет. Во-вторых, пожилой человек не должен иметь наследников на жилье. По мнению специалистов, такой закон уже сейчас можно смело назвать неэффективным. Ведь в России количество людей, способных воспользоваться такими льготами, невелико. К тому же возрастной порог смертности в стране приближается к 80 годам. Медикаменты для абортов могут запретить к продаже. С такой инициативой выступило правительство России. Новый законопроект уже был одобрен федеральными чиновниками. Он подразумевает запрет продажи лекарств для прерывания беременности в домашних условиях. По мнению специалистов, процедура медикаментозного аборта должна проходить под наблюдением врачей в клиниках. Такой закон планируется принять в связи с возросшей тенденцией прерывания беременности без рекомендации медиков. Не более 10 лет занимать должность министра или судьи. Общественники предлагают законодательно утвердить срок работы на руководящих должностях. Предполагается, что подобная кадровая чистка должна коснуться министров, вице-премьеров, мэров городов, прокуроров субъектов и председателей судов. Вести такие нововведения общественники предлагают путем изменения ряда федеральных законов. Ограничения по службе будут вводиться лишь на одной должности. Так, после 10 лет работы министром можно продолжить карьерный рост на аналогичной должности, но уже в другом городе или регионе. Такое нововведение, по мнению общественников, должно снизить коррупционные риски.